Академия мастеров тайных знаний Серия девятая. Глава шестая. Начало пути. Вокзал не производил впечатления важного сооружения, но он определенно был удивителен и уникален для такого жителя глубинки, как шестой сын. Это было приземистое одноэтажное строение, украшенное массивными колоннами у входа и многочисленными дверями, открываемыми в обе стороны. Когда крот и шестон прошли внутрь, то первым, что увидел юноша, была широкая лестница вниз. Здесь тоже было много светильников, а откуда-то снизу, куда и вела широкая лестница, дул теплый ветер с необычным, но немного приятным запахом. «Нам туда», — сказал провожатый. «Вниз». «И что там внизу?» «Поезда». Они начали спуск и шли не спеша и довольно долго. Мимо них двигались еще какие-то люди. Не те пешие, кто встречался на улицах. Эти явно куда-то направлялись далеко. Их целью было покинуть город и надолго. Понять такое было несложно. У них имелись сундуки, саквояжи, заплечные мешки и сумки. Когда же спуск закончился, крот и шестон оказались на длинной и широкой платформе. По обе стороны от них находились арки, за которыми виднелись тоннели. Перед арками сверху были видны белые таблички с названиями и номерами. Крот остановился перед одной из таких табличек. Она гласила «Платформа девять и три четверти». «Нам сюда», — сказал провожатый. «Серьезно?» — спросил шестон. «Платформа девять и три четверти?» «А что тебя удивляет?» «Как такое возможно?» «Очень просто», — сказал крот. «Платформа девять, путь три и четыре. Соответственно, слева три, справа четыре. Никакой магии, никакого волшебства. Один только дикий замысел путевиков. Вечно они норовят запутать, чтоб потом посмеяться. А мне какой?» «Пойдем и посмотрим». Они спустили с платформы к тоннелю. Теперь они оказались на девятой платформе. «Смотри», — сказал провожатый. «Если на поезде написано «Небесный пик, дороген меч», то этот поезд пришел сюда. А если «Дороген меч, небесный пик», значит, это тот, что тебе нужен». «Второе название места — это то, куда он направляется. В данном случае тебе на путь номер четыре. Ну или читай внимательнее, что пишут на билетах». Шестон посмотрел на крота. Тот улыбался. Юноша достал билет и прочитал. «Платформа девять, путь четыре, вагон шесть, место тринадцать». «Пойдем», — сказал провожатый. «Я так и быть, доведу тебя до вагона». Они прошли еще некоторое расстояние. По обеим сторонам платформы стояли поезда с вагонами. Один поезд выгружал у людей, прибывших в город, другой принимал внутрь. У входа в вагоны толпилось множество людей. Кто-то прощался, кто-то провожал. Все они создавали непроходимые заторы через каждые десять-пятнадцать шагов. И через каждый приходилось продираться с трудом. Однако крот умудрялся протискиваться сквозь толпу довольно легко. Он помогал себе одной рукой, а второй тащил за собой шестона. Но вот, наконец, их путь подошел к своему завершению. Перед ними был шестой вагон. «Тебе туда», — сказал провожатый. «Тринадцатое место, это снизу. Выгородка четвертая, стало быть». «Спасибо за все», — поблагодарил юноша. «Без тебя бы я не справился, наверное, даже если бы мне помогал отец». «Не думаю, что ты прав», — сказал крот. «Но благодарность мне приятна». «Значит, прощай?» — спросил шестой сын. «Почему сразу прощай?» — спросил провожатый. «Мы еще увидимся в школе. Да и к чему сентиментальности? Не так долго мы и пробыли вместе». Шестон в недоумении посмотрел на крота. «Никогда никому не привязывайся», — посоветовал провожатый. «Люди обычно разбивают. Что там у тебя сердце? Вот именно его. А теперь иди вагон. Я должен видеть, как ты сел в поезд». Шестон быстро обдумал слова кроты и понял, что он прав. Все остальное — ненужная бабская дурь. Провожатый просто выполнил свою задачу и все. Что до него самого, то у шестого сына еще есть сверхзадача, и он должен ее выполнить. Юноша подошел к входу в вагон, и ему навстречу вышла симпатичная женщина и внушительный мужчина. «Билет, будьте добры». Шестон протянул серый билет с красиво нанесенными символами, цифрами и картинками. Женщина осмотрела билет и оторвала у него край, после чего вернула, назвав то же самое место, что и крот. Номер, выгородки, место и его положение. Шестой сын вошел в вагон и сразу же поразился его комфортом и убранством. Первое, что он увидел, — это уютное помещение с тремя дверями, заходящими в стену вагона. Тут все было обшито коврами, пол, потолок, стены и сами двери, хотя в дверях также имелись овальные окна. Дверь напротив вела снова на платформу, но уже по ту сторону поезда, дверь справа, судя по всему, в соседний вагон. Шестон же последовал в левую и оказался в длинном коридоре, с одной стороны которого были окна наружу, с другой — двери выгородок. Юноша отсчитал четвертую и тут же вошел. Выгородки было пусто, а значит, он пришел первым. Это совершенно ничего не значило, разве что ему дадут разложить вещи. И Шестон скинул всю свою поклажу, распихав сумки под столом, а некоторые — вовсе на полу под диванчиком. Вообще выгородки отличались от остальных мест вагона. Здесь были диванчики, верхние полки и большое окно над столиком, расположенным посредине всей выгородки. Все было не просто обито коврами, это уже были настоящие подушки с набивкой и серебряными нитями в прошивке. Цвет обивки был темно-фиолетовый, цвета вышивки — алый и розовый, а местами — зеленый и синий. Вышитые картинки же заслуживали отдельного описания. Это были картины поединков между лесными чудовищами и бравыми рыцарями, и все это в обрамлении диковинных цветов и нереальных больших бутонов. Шестон подошел к окну, оно занавешивалось шторками, которые и сейчас были раздвинуты и привязаны пестрыми лентами посредине края мокошка. За стеклом юноша увидел стоящего лицом к нему крота. Он словно видел шестого сына. Рядом с провожатым было много разного народу, толпящегося, либо спешащего куда-то по своим делам, либо на посадку, либо в сторону вокзала. Заинтересовала Шестона только одна удивительная группа людей. Это была рыжая женщина с детьми. Один взрослый юноша чуть старше самого шестого сына, двое помладше, совсем одинаковых. И один вроде бы ровесник Шестона. Там еще присутствовала девочка, сидящая на плече рослого мужчины. Но поначалу их юноша вообще никак не соотнес с женщиной, решив, что они находятся здесь сами по себе, отдельно от женщины и ее детей. «Старчат», — сказала наставительно женщина, «я помню, как отправляла тебя из следа на эту опасную учебу, и помню, как мне привезли останки твоего брата. Ты прошел отбор и стал выше на голову всех остальных, но никто мне не вернул моего сына. Сегодня я отправляю еще троих, но лишь потому, что ты обещал мне сохранить их живыми. Будь верен слову. Сделай все, чтобы с ними ничего не случилось. Пусть лучше вернуться ни с чем, пусть в решающий момент откажутся от испытаний, но вернутся невредимыми». «Да, мам, я обещаю», — сказал старший, по-видимому, сын, после чего поцеловал маму в обе щеки и, отстранившись, поспешил к своему вагону, который, судя по направлению движения парня, был перед два годом шестона. «Теперь вы, близняшки», — строго сказала мать двум юношам. «Одлин и Двалин, вы, близнецы, и должны быть всегда вместе. Следите друг за другом и не давайте себя в обиду. Учеба в школе сложная и порой опасная. Не рискуйте. Если видите то, с чем не справитесь, лучше отступите. Живыми и здоровыми вы мне полезнее, чем... «Иначе. Помните об этом и пишите мне почаще». «Да, мам. Хорошо, мам». «Теперь ты, Ладон», — обратилась мать к последнему сыну, присутствующему здесь перед вагоном поезда. «Я отпускаю тебя лишь потому, что твой старший брат поручился мне в том, что учеба безопасна, а след погиб по случайности. Однако я очень дорожу вами и очень надеюсь, что вы не станете подвергать себе опасности. Ты с рождения больше любил сочинять стихи и песни. Знай, лучше бросить все и, вернувшись домой, стать бардом, чем погибнуть на заре своей жизни, не познав ее прелестей. Ты понимаешь меня?» «Да, мам». Женщина заплакала, крепко обняв каждого из своих мальчиков, рыжеволосых парней с нахальными лицами и веселыми глазами. «Ну давайте, парни», — сказал мужчина глубоким басистым голосом. «Однажды вы вернетесь домой сильными и обученными мужами, владеющими навыками, которыми обладают далеко не все, и мы будем гордиться, что вырастили таких профессиональных воинов». Он пожал руки своим сыновьям, а девочка с его плеч спорхнула, подобно крошечной летуни, и обняла своих братиков. «Ну давайте», — сказал отец. «А то поезд отправится без вас». И словно в подтверждении его слов где-то впереди состава что-то протяжно засвистело. «А вот и поезд предупреждает об отправлении», — сказал один из близнецов. «Нам парамам», — сказал второй. Родители еще раз обняли детей, и те радостно бросились к вагону. Шестон слышал, как они весело крича занимали соседние выгородки вагона, но в его выгородку так никто и не вошел, хотя дверь была открыта. Меж тем поезд двинулся с места, дернув за собой вагоны. Платформа медленно поплыла влево. Шестон прислонился к стеклу и взглядом провожал уплывающего назад Крота, который все еще стоял, подняв руку в прощании. Однако стоило юноше моргнуть, как тот словно растворился в воздухе. А потом платформа кончилась, и за окном появилась непрерывная, несущаяся справа налево стена, изредка освещаемая светильниками, проносящимися на большой скорости. Неожиданно накатила какая-то гнетущая тоска. Пока юноша простился с отцом на время, которое наверняка будет долгим и затянется на еще дольше. Да и поезд везет его в неизвестность. Что с ним будет дальше? «Вижу, тут не занято!» Вместо приветствия заявил светловолосый юноша, заглянув в выгородку, где находился Шестон. «Допустим», — сказал шестой сын. «Тогда я поеду с тобой!» Решил вторженец и протянул руку для знакомства. «Четвертый ненужный сын, имени пока не знаю, все равно дадут новое. Старое вряд ли понравится тебе, потому что мне совершенно точно оно не нужно». Шестон протянул руку и осторожно пожал ее. «Шестой сын», — сказал он, решив не болтать много, так как не знал, что может сказать лишнего, а что полезного. «Ого, да ты скромняга!» — заметил светловолосый. «Значит, будем попутчиками. Ты, кстати, куда едешь?» «А ты?» «Вот ведь хитрюга! Ну и изворотливый же ты!» — рассмеялся попутчик. «Пусть так. Я еду в школу мечей. Хочу стать самым-самым, если, конечно, меня не выгонят раньше времени, как было в ряде других заведений». «А за что тебя?» Начал было шестон, но его прервал светловолосый. «Да кто их знает! Может, не понравился чем, а может, заведения для меня слишком приземленные. А мне по плечу возвышенные места. Говорят, крепость Старого моря на возвышенности». «Да я не знаю! И я не знаю!» — умудрился вздохнуть во время своего полумонолога светловолосый попутчик. «Ну и такое место я с радостью включу в свои мемуары, когда в старости буду писать о себе, в каких местах я получал образование». Шестон сдался и присел на диванчик. Говорливый парень тоже сел и неожиданно предложил. «А давай сыграем?» «Сыграем?» «Да, сыграем. Любишь игры?» «Смотря какие, а во что?» «Хотя бы в понь! Или в бал! Или в без трех-две дюжины!» «Можем в огороды!» Шестону понравился этот парень. Много болтал, но зато с ним было не скучно. Вообще, после какой-то грусти от того, что простился с отцом и даже попрощался с таинственным кротом, неожиданно стало интересно. В открытую дверь заглянула интересная женщина. Она выглядела молодой и была чересчур вызывающе расписанной красками, тенями, тушью и прочими украшательными средствами. «Мальчики», — улыбнулась симпатичная женщина. «Не желаете по-быстрому разу лечься?» Шестон не понял вопроса. Вроде бы они со светловолосым и так собирались коротать время за игрой. «Денег нет!» — строго сказал попутчик шестого сына, и женщина, скривившись, пошла дальше в сторону следующего вагона. «Чего она хотела?» — спросил Шестон, полагая, что его попутчик явно говорил с ней на одном языке. «Не знаю», — поморщился тот. «И знать не хочу, но мой отец, прежде чем покинуть этот белый свет, учил. Всегда говори женщинам, что у тебя нет денег, тогда поймешь, настоящая она или нет». Правда, он также говорил, что не стоит верить писанным красавицам, а это была явно расписанная, явно красавица. Он задвинул дверь, пока она полностью не закрыла проход и не щелкнула замком. На ее поверхности оказалось зеркало. «Нечего к нам заглядывать», — прокомментировал свои действия попутчик. «Ну так что, сыграем в поинт?» «Давай», — согласился Шестой сын. «А какие правила?» «Простые», — отмахнулся светловолосый. «Понадобится колода карточек, игральные кубы, планшет для записей, стело или меловой рисок». «А что такое колода?» «Не понял юноша». «Я лучше покажу», — сказал попутчик. Он вынул из своего мешка названную колоду карточек и показал ее Шестому сыну. «Вот она!» «Это карточки из плотной бумаги, залитые укрепителем, потому такие гладкие, глянцевые и с острыми гранями». Он повертел карточку в руке, подозрительно рассматривая, после чего добавил. Правда, уже порядком затертые. Он положил их на стол между диванчиками, туда же выложил два планшета и набор белоснежных продолговатых стержней. «А это рисок?» — показал на белые стержни Шестон. «Ну да», — растерялся попутчик. «А ты не знал, что ли?» «У нас в графстве о такой игре не слышали?» — пожал плечами юноша. «Во дела! Скажи, что и в городе ни разу не был». «Почему не был?» — спросил шестой сын. «Был сего дня». «Пусть так», — улыбнулся светловолосый. «Давай играть!» Он сел за стол напротив Шестона и положив один планшет перед собой, а второй перед своим оппонентом начал раскладывать карточки. У карточек одна сторона одинаковая, называется рубашка. Другая у всех разная. Может иметь рисунок или набор символов. Рисунки — это знак богов, королей, царей, князей, герцогов, графов и баронов. Символы — это эсквайры, эсквайры, капитаны, сержанты и воины. Еще есть слуги, но мы их в расчет при игре в понт не берем. Это не бал. Он разложил в центре стола семь карточек, семь положил перед шестым сыном и столько же перед собой. Все карточки лежали рубашками вверх, кроме тех, что были выданы игрокам. «Возьми свои карты, но мне не показывай», — сказал светловолосый. «Это тайна для меня, а мои — тайна для тебя. Смысл игры в том, чтобы набрать поинт, 21 юнит. Атом — это всегда дюжина юнитов, но если он выпал, его можно не считать. То есть, по желанию, либо ничего, либо 12. Вот бес — это всегда 13, и не считать его нельзя. Боги — это два брата-близнеца. Это 11 юнитов. Король, царь, князь и владыка — по 5 юнитов. Герцоги — по 4 юнита. Граф — 3 юнита. Барон — 2 юнита. Исквайр — десяток юнитов. Сквайр — 9, рыцарь — 8, сержант — 7, воин — 6. Посчитай, сколько очков дают твои карточки. Если в твоих карточках есть бог и с ним у тебя перебор, то есть больше 21 юнита, то такой бог становится не дюжиной, а всего лишь одним юнитом. Но есть еще условности. Если у тебя атом и бес, это всегда обнуление, потому с бесом на руках оставаться нельзя, если у тебя атом. И еще условность. Двое богов, братьев-близнецов или атом и близнец всегда дают сразу 21 юнит. Если играем без условностей, то будет перебор. А если перебор, то что? Спросил шестой сын. Тогда ты должен сбросить лишние карты, попытавшись побить одну из карточек, что лежат в центре. Большая бьет меньшую. А если карты одинаковые? По масти или по значению? Что значит по масти? Это значит, что у каждой карты есть свое дополнительное обозначение. Масть. Всего пять мастей. Мечи, щиты, копья, топоры и жнецы. Всего пять. Масти нет только у богов, братья-близнецы и атом неделимый. Кстати, спросил шестон. Давно хочу кого-нибудь спросить. А почему неделимый? Потому что если он разделится, у нас снова будет пара циклов большой зимы. Шестон не понял, но решил запомнить и спросить у кого-нибудь потом, после. Будем играть? Спросил он. Да, давай. Ухмыльнулся светловолосый. Сколько ставим на кон? Чего? Мы должны скинуться и поставить одинаковые суммы на победу в игре. Пояснил попутчик. Это называется ставкой. Ставкой на кон, где кон – это наша игра. Но денег у меня нет. Вот и поиграли. Печально сказал светловолосый, бросив свои карты на стол. Ничего, найдем других игроков и сыграем пара на пару, чтобы обыграть их и заработать себе на ужин. Что скажешь? В дверь постучали. Оба юноши одновременно повернулись на стук. «Как думаешь?» – спросил попутчик и шестой сын. «Это снова расписная женщина?» «Может, еще попутчики?» – предложил тот. Но все разрешилось, когда из-за двери послышался молодой голос. «Здесь есть кто-нибудь?» Юноши переглянулись. «Допустим!» – строго ответил светловолосый. «Это, возможно, наш попутчик», – в полголоса сказал шестон. «Он имеет право ехать с нами, если, конечно, у него есть билет на одно из этих мест». Юноша показал взглядом на еще два места на диванчиках. В ответ же светловолосый отмахнулся. «Чего надо?» – спросил он, отодвинув дверь в сторону. В проеме стояла черноволосая, стриженная не более чем по шею, девочка с растрепанными волосами. Она облокотилась на край стенки возле двери и смотрела вызывающе на открывшего ей паренька. Шестон заметил, что и его попутчик стоит примерно в той же позе. «Я нашла Пета!» – торжественно сообщила ему девочка. «Рад за тебя безгранично!» – ответил с наигранной гордостью светловолосый, выделив последнее слово. «А вы чем занимаетесь?» – спросила девочка, шагнув вперед так, словно в дверном проеме никого не было. Парень вынужден был интуитивно отскочить в сторону, когда девочка произвела сей маневр и проследовала внутрь выгородки. Ее невысокое тело с некой подозрительной грацией сделало несколько шагов до стола и аккуратно приземлилось на диванчик. «Отдам в хорошие руки!» – сказала она. «Совершенно бесплатно, но за вознаграждение». «Кого?» – не понял Шестон, и девочка вынула из-за пазухи пушистый комок шерсти с двумя огромными зелеными глазами. Шерсть комка имела ярко-серый цвет с черными полосами вдоль тела, если, разумеется, серый цвет можно называть ярким. «Что это за убожество?» – воскликнул Светловолосый. «Это Ток!» – заявила девочка. «Или, как я его зову, Токи!» «Бери эту гадость!» – небрежно махнул рукой Светловолосый. «Чем тебе мешает Пет?» – подозрительно сощурившись спросила девочка. «Нам не надо!» – заявил Светловолосый. «Мы взрослые мужчины, и у нас высокие цели. Пет нам ни к чему!» «Его надо содержать на что-то!» – сказал Шестон. «А у нас самих в карманах ветер гуляет!» «Так у вас нет денег!» – презрительно сощурившись сказала девочка. «Ну что вы, Идель!» – поспешно нейтрализовал ее Светловолосый. «Мы с коллегой благородные лоды, денег у нас хватает! Просто в дороге мы, как бы это сказать, поиздержались!» «Вот оно что!» – высокомерно сказала девочка. «И что вы думаете с этим делать?» «Хотим сыграть в карты!» – ответил Светловолосый. «Пара на пару! Ты знаешь кого-то, у кого есть деньги!» Девочка игривая и как-то хитро посмотрела на юношей. «А вы, я смотрю, авантюристы!» «Какие есть!» – развел руками Светловолосый. «Ну так что?» Девочка наморщила лоб, показывая, что призадумалась. «Хм, пожалуй, я помогу вам!» «Ну так помогай уже!» – загадочно улыбнулся ей юноша. «Я приведу игроков!» – решительно сказала она. «Но у меня условия! Сыграем в шестером!» «В шестером?» – удивился Светловолосый и посмотрел на шестого сына. Тот вопросительно посмотрел в ответ. «Хорошо!» – вернулся к девочке Светловолосой, вновь посмотрев на нее с присущей великосветским кавалером надменностью. «Сыграем шестером! Кстати, меня зовут!» «Да какое мне дело, как тебя зовут!» – сверкнула глазами девочка, после чего с иронией во взгляде заметила. «Если ты чего-то добьешься, я сама подберу тебе имя!» Рассмеявшись, она покинула выгородку, выскользнув коридор и задвинув за собой дверь. «Странная особа!» – сказал шестон. «Да!» – задумчиво сказал Светловолосый. «Но она определенно произвела на меня впечатление!» В этот момент за окном внезапно посветлело, поезд вырвался из подземелья и продолжал путь с той же скоростью, но уже по скалистой вершине. Было темно, так как стояла ночь, но все же после пути под землей вид из окна казался более приветливым. Шестон пододвинулся к окну и пытался разглядеть хоть что-то, кроме полоски синего неба над чернотой скальной поверхности. Светловолосый погасил светильники, и вид из окна стал более различимый. Некоторое время юноши разглядывали круто уходящие вниз спуски и удаленные озера, граничащие с лесами, лугами и реками. Но потом это занятие им наскучило, и они расселись по своим диванчикам. «Давай-ка лучше обсудим нашу игру!» – сказал Светловолосый. «Нам играть, а мы даже не команда!» Шестон пожал плечами. «Давай!» – сказал он. «Что надо делать?» «Смотри!» – сказал попутчик. «У тебя бог, король, князь, воин, воин, барон и сержант! Сколько это юнитов?» «Э-э-э-э…» – оторопел шестой сын. «Я не помню». «Тогда записывай!» – пододвинул ему планшет с рисоком светловолосый напарник по игре. И юноша снова перечислил, кто сколько юнитов стоит, терпеливо дожидаясь, когда его новый знакомый все запишет. «Теперь сверяйся с записью и считай!» – сказал он, когда Шестон все записал. «У меня…» – начал тот, глядя на карточки и сверяясь с записью. «Тридцать два юнита!» «Тогда сбрасывай до двадцати одного!» «Например, двух королей, бога, либо любого короля и воина!» «А потом…» «Потом будет подсчет тех, у кого на руках двадцать один юнит!» «Так он будет у всех?» – заметил Шестон. «Не скажи!» – погрозил ему пальцем попутчик. «Иногда сбрасывай больше, так как не выпадают карты, чтобы сбросить ровно столько, чтобы осталось двадцать один!» «А иногда и нарочно скидывают большие, чтобы оставить противника с перебором!» «Это как?» «А так!» – показал Светловолосый на центр стола. «Сбрасывать можно только кроя карты в центре. Тут свои правила. Воин бьет бога, бог короля, царя, князя и владыку. Те бьют герцогов, герцоги-графов, графы-баронов, те и сквайров, и сквайры-сквайров, сквайры-сержантов, ну и сержанты-воинов!» «Запутанно!» – признался Шестон Светловолосому. «Ничеготь!» – спокойно признался напарник. «А еще тут есть козыри!» «Это избранная в начале игры масть, которая будет бить любую некозырную карту, а карту той же масти по старшинству!» «А если возникнет спорный момент?» – спросил Шестой сын. «Например, тут король, и я скидываю короля, или тут сквайры, и у меня только сквайры, выше нет?» «Все спорные моменты в игре решаются броском кубов!» Деловито сообщил Светловолосый. «Ладно», – сказал Шестон. «Давай играть!» «Они приступили к игре. В процессе этого занятия оказалось, что к карточкам привыкаешь довольно быстро, и вот уже на глаз различаешь, какие карты что дают и кого кроют. Они сбросили карты, посчитали очки и сделали записи на планшетах, кто и с каким счетом выиграл кон. Сперва попутчик подыгрывал будущему напарнику, потом стал усложнять, скидывая карты так, чтобы загнать противника в угол и оставить с перебором. А потом сам стал подгонять свои расклады так, чтобы выиграть путем набора условностей. Шестон замечал это и помечал себе на планшет. «Такие приемы называются трюк», – пояснял Светловолосый. «А вот развод противника наперебор – финт». «Сложновато», – поморщился Шестой сын. «Ничуть», – ответил попутчик. «Главное – запомнить и держать все это в голове. Но это не так важно, главное – помни, вот еще что. Играя пару на пару, мы имеем право скидывать карты в любом порядке между собой. Это важно, потому у нас будет некоторое преимущество». Шестон хотел еще что-то спросить, но в дверь постучались. «Петами не интересуемся, развлечься не хотим», – крикнул Светловолосый, предупреждая посетителей. «Блаженные», – сказали за дверью, после чего она открылась, так как не была заперта, и в игородку зашли четверо. Это была уже знакомая девочка с Петом, двое рыжих близнецов и еще одна девчонка, у которой были светлые волосы с бледно-медовым оттенком. «Вот эти неудачники, что желают сыграть с нами в поинт», – представила темноволосая девочка с Петом местных обитателей вошедшим. «Я Одлин», – сказал первый близнец. «А я Двалин», – сказал второй. «Ждана», – представила светловолосая девчонка. «А я мрака», – выпалила девочка с Петом. «Я не называю имен», – сказал Светловолосый. «Так как не вижу в том интересов, все равно по прибытии в школу нам дадут новые. Потому представимся так, вот он шестой сын, а я его попучик, вас устроит?» «Попучик шестого сына», – проговорила Ждана. «Вы часом не секстанты?» «О чем это она?» – в полголоса спросил Светловолосовый шестон. «Спрашивает, интересуемся ли мы интимым женщинами», – пояснил ему тоже в полголоса Светловолосый. «Нет, что вы», – засмущался юноша. «Мы пока только об учебе думаем и как дорогу скоротать. Меня Шестон зовут». Он протянул руку в приветствии, но никто ее не пожал. На него смотрели, как на нечто опасное и противное. «Да мы знаем, кто перед нами», – сказали хором близнецы. «Наслышаны». «Будем играть?» – спросил их Светловолосый. «Нет», – сказал Одлин. «С этим парнем пусть сам бес играет в игры. А мы уходим», – сказал Двалин. «Приятного вечера, изгой». Парни развернулись и вышли за дверь. «Что это за новости?» – повернулся к напарнику Светловолосый. «Ты кто вообще?» «Меня принимают за плохого человека», – ответил Шестон. «Даже называют иногда Вином Брантом». «От и тет твою!» – прищурилась девочка с Петом. «Кто такой этот Вин Брант?» – не понял Светловолосый. «Это проклятое дитя», – презрительно сказала Ждана. «Сын родителей, предавших род человеческий. Говорят, его родители называли себя братом и сестрой». «Ого!» – равнодушно произнес Светловолосый. «Правда?» – восторженно выпучила глаза Мрака, восхищенно уставившись на шестого сына. «Вот это да! Я еду в школу с легендой!» «Скажу прямо», – высказала свое мнение Ждана. «Вы мне противны, я с удовольствием вытрясу из вас все деньги». Шестон нахмурился и опустил взгляд, словно был виноват в чем-то ужасном. Мрака же присела рядом с ним и положил ладонь на его запястье, чтобы тут же утянуть юношу вниз, заставив сесть на диванчик рядом с ней. «Все будет норм», – сказала она. «Ты должен обязательно все рассказать, что знаешь. Я так люблю острые ощущения и старые сказки на ночь. Приступим к игре!» – пригласил всех за стол Светловолосый. Он раздал карты и, прежде чем игроки к ним прикоснулись, сказал. «Что поставим на кон?» Девочки замерли на мгновение, переглянулись и едва ли не одновременно ответили. «А вы? Предлагаю поставить по пятьдесят серебра!» – сказал Светловолосый и тут же посмотрел на каждого из собравшихся, довольный своим предложением. «Идет!» – согласилась Мрака. «Согласна», – сказала Ждана и тут же предупредила. «Вставки кладем на стол заранее, а не после игры». «Пусть так», – согласился Светловолосый и посмотрел на замершего Шестона, который рабел от того, что ему нечего поставить, больше, чем от того, что он может проиграть. «Мой напарник поставит свой нож», – сказал Светловолосый. «А я свой прекрасный кубок!» Он порылся в своем мешке и поставил на стол прекрасный серебряный бокал. «Но я не могу!» – начал было Шестон, но его прервала Мрака. «Ух ты! Вот это сокровище! Хочу, хочу, хочу!» Ее взгляд был направлен на кубок и только на него, а ее сумасшедшие выпученные глаза не оставляли сомнений в ее искренности. «Этого мало», – сказала Ждана. «Пусть поставит свою одежду». «Зачем?» – спросил ее Светловолосый. «Я же сказала, что хочу его раздеть». «Странные у тебя предпочтения?» «Тогда и тебе надо увеличить ставку», – радостно предложила Мрака, поглядев на свою напарницу. «Я поставлю еще ползолотого», – ответила девочка. «Тогда уж золотой», – сказал напарник Шестого Сына. «Я готова поставить золотой», – сказала Ждана. «Если он поставит свой нож, свою одежду и обувь». Уважаемая Идель, вкратчиво начал Шестон, но его перебил Светловолосый. «Это стоит как минимум два золотых». «Согласна!» – выкрикнула Мрака и, достав деньги, звонко приложила монетами о стол. Ждане осталось только последовать ее примеру. На столе лежало пять золотых и кубок Светловолосого. «Одежду на стол», – заявила Светловолосая девушка. «Есть предложение получше», – заявил Светловолосый. «Нечего сидеть голым, если одежда еще не проиграна. Он напишет тебе расписку, мол, моя одежда и обувь отныне принадлежит некой Ждане». «Что значит некой?» – вспыхнула та праведным гневом. «Я, между прочим, дочь знатного вельможи». «Хорошо, хорошо», – показал ей открытые ладони напарник Шестого Сына. «Так и напишем». Он извлек из своего мешка рулон пищи бумаги из тело. Некоторое время выписывал некое соглашение, после чего положил его на стол. Ждана тут же подхватила его и прочла. Судя по ее молчанию, текст ее удовлетворил. «Теперь ты», – сказала она, – «тоже пиши». «Чего писать?» – не понял Светловолосый. «Что ставишь и свою одежду тоже?» «Вот еще», – гордо ответил юноша. «Моя ставка на столе, мой драгоценный бокал. Из него все вина кажутся слаще». «Он не стоит больше половины золотого. Наша же ставка его перекрывает». «Пусть так», – вздохнул попутчик. «Вставлю и свою одежду, но без ножа. Я его где-то оставил». Светловолосый принялся усердно что-то писать на листе бумаги, после чего показал его девочкам. «Так-то лучше», – одобрила Ждана. «Давайте уже играть», – воскликнула мрака. Юноши переглянулись. Шестон был в полной растерянности и непонимании происходящего. Его напарник же, наоборот, бодр и полон сил. «Пожалуй, начнем», – сказал он и посмотрел свои карты. Его примеру последовали и остальные. Мрак, увидев свои карточки, приободрилась. Ждана моргнула, светловолосый хранил молчание и каменное выражение лица. А вот Шестон еще больше растерялся. У него было два бога, два герцога, князь, сержант и атом. Ему очень захотелось посоветоваться с напарником, но он вдруг понял, что не знает, как уважительно к нему обратиться. Начались ходы. Первым скинул карты светловолосый, побив несколько из семи в центре своими лишними. «Напомню всем», – сказал он, закончив работу с карточками. «Играем пара на пару». «И к чему ты это?» – спросила светловолосая. «К тому, что ход мой», – игриво сказала мрака. Она стала скидывать карты, но так словно понимала задумку светловолосого и не хотела мешать. «Настала очередь Шестона». Он все это время усиленно думал. У него были хорошие карточки, он просто обязан был хорошо их разыграть. Два бога давали 11 или один юнит каждый. Герцоги давали по 4, а князь, сержант и атом – 5, 7 и 12 соответственно. «Допустим, атома примем за ноль, богов по одному, тогда останется еще два десятка юнитов. Что выбрать? Пойти по простому пути или сложному?» «Если нет карточки, чтобы побить очередную карту из семи, побей свою, который уже побил карту на столе», – словно размышляя сам собой, сказал светловолосый, взглянув в итоге на мраку. «Мне это известно?» – сказала Ждана. «Или ты учишь играть своего напарника?» «Мой напарник тебе еще фору даст!» – сказал светловолосый. «Давай, скидывай, и будем вскрываться!» – сказала мрака. «Мне не терпится разделать их подчистую!» Расклад на столе располагал к любому варианту из двух имеющихся. Шестон глубоко вздохнул и скинул карты, без труда побив все. «Моя очередь!» – сказала Ждана и принялась скидывать карты. На стол упал бес, которым она побила ранее положенного шестоном бога. Еще две карточки она положила на крайние карты, попросив кубы, чтобы их бросить и выяснить, может ли она бить короля владыкой. Бросок не дал ей такого права, и ей пришлось взять еще и короля себе восьмой картой. «У меня перебор!» – сдалась она, сбросив карты на стол. «Тогда вскроемся!» – сказал Светловолосый и положил карты на стол, показывая, что у него двадцать юнитов. «Двадцать один!» – показала своей карты мрака. «Не обольщайся!» – посоветовал Светловолосый. «Сейчас посмотрим, что есть у моего напарника. Если у него двадцать один, то наша пара победила!» «Ну, вам решать!» – пожала плечами мрака, изо всех сил делая вид, что ей все равно. «Могу я еще раз побить карту на столе?» – спросил вдруг Шестон. «Да бей!» – разрешил Светловолосый. «Ты даже можешь взять карту из колоды, если тебе не хватает!» «Благодарю!» – сказал Шестой сын. «Но мне только скинуть карту!» Он побил барона, который открылся, когда Ждана неудачно сбросила владыку, взяв себе и короля в придачу. Теперь в этой стопке лежал сержант. Именно его и побил Шестон своим атомом. «У меня атом и бог-близнец!» – показал он карточки. «Двадцать один!» – заключил Светловолосый. «Мы выиграли!» «Да что у него за карты?» – воскликнула разгневанная Ждана. «Повезло!» – пожал плечами Светловолосый. «Давайте еще, кон!» – потребовала Светловолосая девочка. «Это было нечестно!» «Все было честно!» – сказала мрака. «На мы все отыграем, да, подруга?» «Верно!» – выпалила Ждана. «Та же ставка!» «Нет!» – отмахнулся Светловолосый. «Отыгрывать так отыгрывать! Мы ставим по два с половиной золотых против ваших двух с половиной золотых!» «В случае победы я выйду в ноль!» – рассердила Светловолосая. «Ну нет!» «Я требую увеличения ставки!» «Его нож!» «И одежду!» – уточнила мрака. «И одежду!» «Мы требуем одежду!» – обратилась мрака к присутствующим юношам. «Пусть так!» – сказал Светловолосый. «Повышаем ставку!» «С вас еще по два с половиной золотого!» «Не подавитесь!» – сказала Ждана и вынула из кармашка на платье еще два золотых и немного серебра. «Вот! Сдавай карты!» Светловолосый сдал. «Я проиграла, и потому мой ход первый!» – сказала Светловолосая. Шестон поглядел сперва на своего напарника, потом на мраку. «Так можно?» – спросил он. «Можно!» – ответила мрака. «Тем более ставки так высоки, самое время уступить девочкам!» Светловолосый вздохнул. Ждана сбросила карты и, ликуя, посмотрела на шестого сына. Тот скинул карты, потом скидывалась в мрак, и в заключении это сделал Светловолосый. «Вскрываемся!» – сказала Ждана и показала карточки. «Двадцать один юнит!» – сказал Светловолосый и показал свои. «Двадцать один!» «Девятнадцать!» – показал своей карты Шестон. «Ага!» – воскликнула Ждана. «Мы выиграли!» «Восемнадцать!» – сказала мрака и бросила карты на стол. У нее были два герцога, сержант и барон. «Победа!» – воскликнул Светловолосый, воздев руки к потолку. «Мы выиграли!» «Идите вы!» – выкрикнула Ждана и, вскочив на ноги, выбежала за дверь. Мрака тяжело вздохнула и направилась вслед за подругой. «Готовьте мою долю, парни!» – сказала она, прежде чем выскользнуть за дверь. Шестон поглядел на напарника. Тот считал деньги. «Мы выиграли десять золотых!» – деловито сказал он. «Пять заберет себе мрака – это ее ставка. Остальное поделим. Нам два, и ей три золотых!» «Почему так?» – не понял шестой сын. «Она все время нам подыгрывала!» – ответил Светловолосый. «К тому же это она нашла игрока. Значит, мы ей обязаны!» «Она, получается, была с тобой в доле?» «Не переживай!» – сказал попутчик. «На ужин хватит, да и на завтрак даже. Мы же не могли проиграть твой нож!» «Я не мог играть на него!» – заметил шестой сын. «Он нужен по требованию школы. Ты приложение-то читал?» «Какое приложение?» – удивился попутчик. И тут шестой сын подумал, что не всем могли прийти письма. Может, некоторые дети направлялись на обучение без всяких требований? «Да шучу я!» – сказал Светловолосый. «Шучу!» В этот момент раздался сигнал поезда. Юноши посмотрели в окно и увидели, что наступило утро. Восточный регион, город Дороген-Меч, подземелье под центром города. «Мы легли на дно, мы зажгли огни». Урод плюхнулся в свое кресло, решив некоторое время вообще не двигаться. Тишина скрытого от лишних глаз логова внушала покой и безопасность серому воину. Вообще у него было много укрытий, в каждом городе по несколько штук. Это очень помогало при неуспешных вылазках и проваленных атаках. В одном из таких он и скрылся, когда сходу не получилось забрать жизнь юноши. «Да», — подумал он про себя. «С первого раза не получилось. Бывает». Урод понимал, что неудачи случаются. Плохой опыт тоже опыт и учит куда более доходчиво, чем успех. Жертва никуда не уйдет, а вот ему надо учесть, что она теперь под защитой. К тому же требовалось сперва привести себя в порядок. Темный прилично так намял бока и даже умудрился ранить серого воина. «Что ж», — решил урод. «Следующий раз буду внимательнее, а к наблюдению за жертвой следует отнестись посерьезней». Он подумал, что надо меньше спешить и дольше собирать данные. В этот раз он поспешил и провалил дело. Однако...» Воин скинул балахон и оказался в хорошем тонкоспицном доспехе. Его тоже пришлось снять, вот только для этого потребовалась специальная стойка рама и немного времени. Он подошел к деревянной конструкции, закинул на нее руки и принялся отстегивать ремешки. Когда урод отошел от конструкции, доспех остался висеть на стойке раме. Серый воин приблизился к бочке с водой и скинул пропитанной кровью и потом нижнюю одежду. Она комком шлепнулась на каменный пол. Мужчина осмотрел раны и, глубоко вздохнув, ловко запрыгнул в бочку. Вода шумно выплеснулась наружу. Урод пару раз нырнул, вынырнул и выбрался наружу. Взяв приготовленное заранее полотенце, он просушил кожу, закутался в шерстяной плед и лег на самодельную кровать в углу. Устроившись на кровати поудобнее, серый воин протянул руку к стоящей рядом тумбе. Там он взял с металлического подносика трубку, забитой травой, пахучего растения и огнива. Протянув трутом по шероховатому железу, он получил огонь, которым тут же раскурил трубку. Ароматный дым успокаивал и снимал напряжение. Урод отдыхал. Следовало выспаться и привести себя в порядок. Он несколько раз глубоко затянулся, после чего просыпал немного пепла на раны в районе груди и живота. Крот нанес ему длинные и кровоточащие, но неглубокие порезы. Крови много, толку нет, значит, темный оставил предупреждение, убивать не хотел. Да у него и не получилось бы, серый воин был куда более защищен для противника, чем тому казалось. Пепел прижег немного раны, вызвав в теле острую боль. Урод скривился. Было неприятно, однако это работало. Порезы покрылись сукровицей и на глазах стали подсыхать, превращаясь в темно-серые корки. Мужчина еще несколько раз затянулся дурманящим дымом и отложил на подносе к трубку. Глаза сами по себе закрылись, и он погрузился в сон. Южное направление от сердца империи. Остания, город Пустан, клуб «Вечерний щук». Ротак Иван возлежал на резной кушетке, покрытый дорогим ковром, и воскуривал душистую смесь, дурманящую сознание и расслабляющую каждую мышцу его тела. За этим занятием его никто из местных не смел потревожить, так как все знали о его статусе и не решались прерывать. Однако подошедшая девица была довольно симпатичной и всегда пользовалась расположением распоряженца гильдии. «Чего желает моя прелесть?» С трудом изрек Ротак, очень неохотно откладывая свою курительную трубку в сторону. Закончив свое занятие любимым увлечением, он взял девицу за руки и, увлекая поближе, усадил ее к себе на колени. Та была не против и села на мужчину верхом. «Вас четверо ваших подручных ожидают в задней комнате», — сказала она. «Кажется, у них есть для вас новости или какие-то предложения». Иван недовольно скривился. «Ох уж эти ребята!» — сказал он, словно высказывая свои мысли вслух. «Ничего нельзя поручить, всюду будут просить что-либо, постоянно докладывать, просить поддержки, иногда помощи». Он снял девицу себя и нехотя поднялся на ноги. «Может, потом к ним сходишь?» — спросила та. «Дела», — ответил Иван. «Возможно, приду к тебе позже». Он вышел в большой зал из отдельного кабинета для уединений, где все это время проводил свой досуг. Пройдя сквозь многочисленных отдыхающих и веселящихся посетителей клуба, одурманенных разратом и хмельным пойлом, он направился в подвальное помещение, где обитали его подручные. «Мы кое-что узнали, Хос», — сказал самый полный из подручных. «Что же вы такого могли узнать?» «Юноша, которого мы ищем, направился в некую школу мечей, причем не один, а со своей сестрой, близняшкой. Вы, кстати, не говорили, что у него есть сестра». «Это какой-то храм», — прервал его Иван, игнорируя претензии подручного. «Это какой-то замок, подготавливающий бойцов под ланью самого императора», — ответил тот. «Но вы не ответили про его сестру». «Если я говорю про юношу», — строго пояснил Ратак. «Значит, я говорю про юношу. Если я не говорю про сестру, значит, я не говорю про сестру». «Еще, с чего вдруг вас так заинтересовала эта девица?» «Нохос», — обратился к гильдейскому распорядителю другой подручный. «Нам заказали одного, а тут выясняется, что их двое. Будет ли это влиять на оплату? Нам с парнями пригодилась бы двойная оплата за обоих». «А когда девицы в нашем свете что-то решали?» Удивленно посмотрел на него Иван. «Важен юноша и точка. Впрочем...» Распорядитель задумался на краткий миг. Некая мысль посетила его разум, внеся корректуру в предельно простой и понятный расчет. Это вызвало некую легкую радость и просветление лица. «Двое, значит», — проговорил Ратак. «И они вместе. Видимо, близнецы не расстаются даже в таком строгом деле. Что ж, удвоение оплаты я не обещаю, но о дополнительной надбавке я договорюсь». «Да!» — обрадованно воскликнули все, кроме спросившего. «Шнырь-голова! Здорово придумал!» «Отлично!» — скромно ответил тот. «Вернемся к делу», — громко и четко проговорил Иван, осаживая исполнителей. «Так чего забыли там близнецы?» — удивился Ратак. «Решили стать мечниками?» «Скорее прячутся!» — пожал плечами подручный. «Там кормят, одевают, обувают, еще дают приют на шесть циклов, ну и образование какое-никакое. Чего б не спрятаться». «Но от кого?» «Наверное, от нас, или мы уже не хотим их убить». Существенно ничего не менялось. Тогда они поступили логично, сделал вывод подручный. «Еще они, получается, знают, что мы идем за ними». «Это точно известно?» «Это лишь вывод из предыдущего заключения, но если они прячутся не от нас, то есть еще кто-то, кто с нами соперничает». «Не глупый», — заключил про себя Иван, «а выглядит иначе». «Не стоит думать о прочих», — заверил Ратак подручного. «Если кто-то решит перейти нам дорогу, мы от него избавимся, главное у нас есть дело». «Значит, едем в школу мечей». «А как же иначе, булав? Знать бы только, где она находится». Второй подручный поднял над головой руки, привлекая к себе внимание. Когда же на него посмотрел Ратак, он произнес, «Братья пошустрила там, сам и выяснила, как и куда уехали брат и сестра, которых мы ищем». «Отлично», — ответил Иван. «Школу мечей, есть еще новости». «Ну же, хос», — разочарованно развел руками второй подручный. «Мы искали не конечную точку, а места их остановок и пересадок». «Нашли?» «А то, братья наши промышляют везде, надо только знать, кому заглянуть». «Значит, хмырь, теперь мы знаем место и как туда добраться. Что-то нужно знать еще?» «Конечно, достигнув месторасположения, мы окажемся перед лицом большого гарнизона, значит, идти придется тайно. Через стены нам не перебраться, по крайней мере, незаметно. А вот если подлечены кого-либо, у кого есть доступ в замок...» «Тогда это возможно, да?» — продолжил его фразу Ратак. «Наверное, еще лучше было бы, если под замком есть катакомбы, подземные пути или пещеры». «Вообще-то», — сказал третий подручный, безмолвно сидячий в комнате до этого, «там есть подземные пустоты, то ли старинные сооружения и фундаменты, то ли прорытые ходы». «Откуда ты знаешь?» Строительство замка прошло само собой его первыми обитателями, а вот крепость Старого моря строили уже с привлечением имперцев. Первый ректор был другом императора, едва Дабл Дюжин заявил о большом строительстве, Владомир тот же решил приложить свою руку. «Теперь о плане замка знают несколько человек, и некоторых мы сможем прижать, чтобы добыть нужные планы». «Вот этим и займешься, Шнырь», — сказал Иван, указав на него пальцем. «Тут не военка, но инициатива у нас тоже любит инициатора. Сделаю хоз». «Итак у нас будет карта и планы подземных ходов замок», — подытожил Ратак. «Однако главный вопрос остается вопросом дня. Как мы устраним самого ректора, ведь замок — это его логово, а в нем этот тип особенно силен. У вас есть идеи? Может быть, какие-то соображения?» Мужчины посмотрели друг на друга, и взгляды их скрестились на еще одном подручном. «Что ты желаешь сказать, Хват?» выдал общий вопрос Иван. «Нет, вовсе нет», — ответил тот. «Но ты же имел дело с цифросами». «Вот именно поэтому и молчу». «Да брось», — сказал Шнырь. «Мы все в деле, и все хотим провернуть данное задание как нельзя лучше». «Так-то от этого зависит успех всего», — напомнил Хмырь. «И в том числе наше повышение». «Или ваш самый большой провал и понижение», — заявил Ратак. «Подведете меня, подведете гильдию, расплата неизбежна». «Но хорошо, хорошо», — сдался Хват. «Работал я против цифросов. Жуткие ребята, потому и сложные до ужаса». «И в чем там дело?» «В том, что если они решили тебя убить, поверь, ты покойник. К счастью, они долго думают. Философские вопросы вроде «А имеем ли мы право убивать?» спасли много наших парней, хоть и ненадолго. За своих они мстят». «И все же противостоять им можно?» «Есть один артефакт», — поморщился Хват. «Но достать его нереально, разве что одолжить. Но если мне его не дадут, все пропало». «Взять силой?» — предложил Иван. «Хранитель, друг нашего главы», — пояснил Хват. «Понимаете последствия?» «Но все же есть шанс», — поинтересовался Шнырь. Хват расплылся в улыбке и не ответил. «Предлагай любые средства», — сказал Иван. «Хоть деньги, хоть услуги, можешь и деньги, и услуги, но чтобы артефакт был». Хват развел руками. «Большего мне и не потребуется». «Тогда подведем итоги», — сказал Иван. «У нас будет карта, будет артефакт против ректора. Мы знаем, где нужное место и как туда добраться. Также я поручаю тебе, булав, раздобыть нужный шмот, а тебе — хмырь пухи. К месту нас доставят летуны норды. Кстати, это я сделаю сам. Ну, а пути отхода я спрошу с вас. Перед вылетом, так что готовьтесь. Еще не забыли, что это ваша проверка». Все они в попадке внули. «Тогда за работу. И, кстати...» Ратак Иван на миг замолчал, заставив в полной тишине ожидать его следующих слов. «Булав, обеспечишь нам прикрытие». Самый полный из подручных глубоко вздохнул и вынужденно кивнул. Ему не впервые было договариваться с привлекаемыми к работе людьми. Задача была несложная, но весьма рутинная и продолжительная. «Есть ли какие-то вопросы?» спросил поручениц гильдии. «Может, кто-то чем-то недоволен?» Иван внимательно оглядел подручных, особенно уделив внимание булаву, но тот был невозмутим. «Тогда никого не задерживаю», сказал Ратак. Мужчины похватали сложенную в комнате верхнюю одежду и разошлись в разные стороны. Иван вернулся в зал и, встретив где-то посредине свою покинутую на некоторое время девицу, поприветствовала ее улыбкой и самым таинственным взглядом. «Уже закончили?» спросила та. «Дела, дела», ответил Ратак. «Так о чем мы там говорили?» Немного юго-западнее сердца империи, крепость Старого моря, замок Школа мечей. В залу тайной библиотеки вошли двое. Первым в проеме дверей появился ректор Парадюжин, а следом за ним декан Геве. «Так вот, мой дорогой друг», сказал ректор, «это дитя играет для нас весьма важную роль и наша с тобой задача, чтобы он эту роль никогда не выполнил». «Что же это за роль такая?» поинтересовался Геве. «И почему именно я?» «Не подумайте, что я отрекаюсь, просто мне непонятно, чем именно мои навыки могут помочь делу». «Тем, что ты лучший из лучших, по крайней мере, на сего дня». «Но он всего лишь мальчишка, да и лучше меня в нашем ремеслевые». «Не совсем так». Ректор прошел в центр библиотечной залы, где стоял невысокий столик и несколько кресел и указал собеседнику на одно из них. Декан присел, сразу же удобно развалившись и закинув ногу на ногу. «Он есть ключ», продолжил Парадюжин. «А где-то есть замок. И горе нам всем, если юноша этот замок отопрет. Потому лучше бы он был у нас и под надежным приглядом. Так распорядился сам его величие, а мы с тобой все же имперцы». Ректор не стал присаживаться, а направился к полкам с книгами и начал перебирать толстые фолианты, проводя пальцами по кожаным корешкам. Под его рукой не было пыльных книг, за чистотой в помещении тщательно следили. Однако едва различимый след и легкое потрескивание в воздухе ГВ уловил. «Но хорошо», сказал он. «Но я всего лишь охотник за нечистью. Я не умею ладить с людьми, а тем более с трудными подростками». «Так он и не подросток», ответил ему ректор. «По крайней мере, в том смысле, что он не вполне себе юноша, каким его видят все. Он лишен памяти и возраста. Перед нами чистый лист, а вот может он многое, особо если вспомнит чего». «Понимаю», согласился декан. «И все же, при чем тут я?» «Я решил взять ребенка в школу не просто так, как ты теперь понимаешь, но учить его здесь следует на кого? Убивать людей разными способами? Нет. Этого не будет, а вот охотиться на зверя самое оно. Твоя же задача не столько отвлечь и обучить, сколько заинтересовать процессом. Он ведь склонен к ловле плавунов и охоте на живность». «Ну», замялся Геве, «охота – дело хорошее, да и ловля в воде тоже хороша. Вот только надо ли ему это?» «Вот ты и приви ему такую надобность, декан ты или кто». Мужчины усмехнулись. Геве поднял взгляд на ректора и увидел, что тот внимательно смотрит на него. В руках парадюжин держал увесистый фолиан. «Это для ведения тебя в курс дела», сказал он, подойдя к столику и кладя на его столешницу книгу. «Ознакомься на досуге. Сразу станет ясно, какая миссия на нас возложена и сколь важна она для всего белого света. Мы спасаем белый свет?» Размах замыслов ректора поражал своим глобализмом. «Значит, будет новая война. Мы не войны, чтобы воевать с или за белый свет», ответил парадюжин. «Мы специалисты в своей нише, но и войны не будет в любом случае, по крайней мере, в нашем. Либо мы упустим момент, и уноша выпустит древнюю силу, либо мы сделаем, что должно, и предотвратим гибель всего». Декан внимательно осмотрел обложку книги, но не заметил в ней ничего особенного. Тогда он взял ее в руки и несколько раз перевернул, разглядывая и так, и эдак. «Полагаю, о древней силе написано здесь», сказал Геве. «И даже о том, как он ее откроет. Но как мы можем повлиять на него, обучив на моем факультете?» «Именно так», сказал ректор, присаживаясь в кресло напротив. «Моя цель не обучить его, а спрятать ото всех. Зная его особенностях, многие захотят использовать юношу в своих целях. Мы не допустим, чтобы эти злоумышленники получили его в свои руки. А пока он будет у нас, пусть изучает науку охоты на зверя. Самое нейтральное, что может освоить это дитя. Благодарю вам за высокую оценку моего направления охоты», с откровенным сарказмом произнес Геве. «Не стоит обижаться», пояснил Парадюжин. «Мы говорим не о твоих заслугах и навыках, а о пользе для этого юноши. Зачем нам искусный убийца или антимаг? Это может лишь осложнить наше дело и контроль над ним. Значит, он может предать нас? Да нет же, он просто ребенок, которого мы же и воспитаем. Вспомни легенду про черного колдуна, дорогой друг», напомнил Парадюжин. «Он был самым близким другом нашего императора. И чем это кончилось?» Декан уязленно покивал. Эту сагу он помнил прекрасно. «Значит, буду приглядывать», сказал он, принимая обязательства. «И все-таки, как он может призвать древнюю силу?» «О, этому есть много способов, и все они описаны в ряде предсказаний. Но только одна былина раскрывает настоящий, однако лишь условно. Это и описано в данном трактате». Парадюжин указал на книгу в руках декана. Обычно легенды врут, но это косвенно описывает определенные действия. В ней говорится, что ребенок протрубит золотой рог, и древняя сила вырвется на свободу, уничтожив свет в пепле большого взрыва. Ерунда, конечно, не требующего серьезного внимания, но эта ерунда изучается фанатиками. Кажется, их называют кланов серых вихрей. А есть еще всякие инквизиторы, каратели, судьи света и прочие общества, кому нечего делать и охота работать в поле. И ото всех этих решателей мы должны укрыть юношу, привив ему цели и желания, достойные настоящего рыцаря. «Да уж», подытожил декан, «задачка не по плечу. Впрочем, когда ты давал легче?» «А у тебя никогда не было детей? Ты не растил и не воспитывал юношей?» «Нет, никогда». «Да? А как же твой факультет?» Гевер смеялся. «Да нет, кроме этих», сказал он. «Я думал ты о моих». «Они все наши», «серьезно», сказал Продюжин. «Других у нас нет, и то, какими они станут, зависит от нас». «Что ж», вздохнул декан, «я все понял, прочитаю книгу и проясню некоторые моменты, но в целом-то кого нам ждать, кому будем противостоять, с кем сражаться?» «Откуда же я знаю?» развел руками ректор. «Я могу только предполагать, а прояснит нам время». «Значит, будем настороже?» «Как и всегда, разве что-то изменилось?» «Наверное, нет, и вряд ли изменится». Он поднялся из кресла, сжимая в руках фолиант. «Я могу идти?» «Не смею тебя задерживать», любезно ответил Парадюжин. Геве вышел из зала, направивший свои покои, но по дороге он встретил спешащего ему навстречу декана третьего факультета Невла. «Парадюжин еще в библиотеке?» спросил тот. «Тоже к ректору», вопросом на вопрос ответил Геве. «Я опаздываю до встречи», пояснил декан Невла. «Он там?» «Да, он там. А что за спешка? Случилось что?» «У нас беседа», ответил антимаг и проскользнул мимо. Декан посмотрел ему вслед, пожал плечами и направился было дальше, когда за спиной он услышал из библиотеки слова ректора «Ну наконец-то, я должен поведать тебе важное. Дело в том, что к тебе на факультет будет поступать очень интересный юноша». «У него все юноши интересные», подумал декан второго факультета и двинулся дальше. Ему еще надо было освоить полученную книгу и узнать, что же такого сделало знать о поступающем к нему обученцах. На данной серии работали авторы текста Игорь Гончий-Гончаров Евгения Греблина, продюсер и литературный агент Сергей Несметный, редактор и корректор текста Анастасия Аршулевич, автор аудиоверсии и исполнитель ролей «Проводник». Благодарим участников группы «Волон» за предоставленные материалы, музыку и песни. Также благодарим всех причастных, без кого данная серия не увидела бы свет. «Проводник». Редактор субтитров